Привет, друзья! Вы на канале вкусные рецепты от Аллы. Сегодня буду готовить два вкусных рецепта. Первое будет шуба в виде рулета. Она очень оригинально смотрится на столе. А второе чуть попозже покажу. Начинаем готовить шубу в виде рулета, друзья. Для этого нам нужно овощи вареные. Я уже заранее варила. Здесь свекла у меня, морковь, картошка. Сок лимона нам нужно. И здесь у меня половина лука салатная. Возьмите любую. Майонез я возьму 30%. А рыбку я заранее уже почистила. Если вы заметили, я не нарезала кубиками. Просто почистила и филешку сделала пополам. Начинаем готовить. Оставайтесь со мной. Вместе с вами будем готовить. Лук будем нарезать мелкими кубиками. Сначала будем мариновать лук. Друзья, лук будем мариновать лимонным соком. Добавляем одну чайную ложку сахара. Будем посолить. Чуть-чуть. Будем сжимать сок лимона половина. Хорошо перемешала. Пусть так простоит. Чуть-чуть. Пока мы будем заниматься с овощами. Она в это время маринуется. Друзья, свеклу режем на тонкие кружочки. Друзья, для рулета нам нужна фольга и пищевая пленочка. Раскладываем фольгу. Вот столько нам хватит. Смотря размер рулетов зависит. Если хотите делать большую, можно побольше как-то фольгу взять. Теперь выкладываем на нее пищевую пленку. Друзья, теперь будем раскладывать вот тоненький свекло, которое я нарезала. Вот так красиво выкладываем. Вот ближе друг к другу выкладываем. Свеклу надо выкладывать близко друг к другу, друзья. Чтобы щели не остались. Теперь будем смазать майонезом. Свеклу прямо здесь будем натирать картошку. На крупную терку будем натирать, друзья. Вы мне спросили в комментариях, где я купила эту терку. Где мы купили? На рынке, где посуда продаются. Где продаются посуды. Очень удобная, кстати. Очень легкая. Одна сторона крупная, а вторая сторона мелкая и очень удобная, легкая. Теперь на картошку добавляем маринованный лучок, друзья. Уже хорошо мариновалось наш лук. Половину добавляем. На картошку. Хорошо смазала. Теперь на картошку будем натирать морковь. Опять на крупную терку. Теперь опять на буряк будем высыпать. Как вы заметили, друзья, я быстренько собирала. Там картошка, морковка. Опять сверху натирала на крупную терку свеклу. Теперь будем добавлять оставший лук маринованный. Смазали хорошо. Теперь, друзья, вот в середине будем выкладывать рыбку. Вот такими большими кусочками. Тоненький я нарезала. Можно вот этот хороший. Вот так. У меня еще маленький кусочек осталось. Теперь нашу шубу заворачиваем в рулет. Возьмем крышку. Аккуратно вот так заворачиваем. Закручивали. Теперь будем заворачивать краешки. Хорошо. Закручивали. Теперь будем закручивать полгой. И полгу будем закручивать, друзья. Вот так делаем. Вот конфетка большая. В таком виде наш рулет отправляем в холодильник. Несколько часов, пускай там простоит. Где-то полтора-два часа. А потом я нарежу и покажу внутри, друзья. Как красиво выглядит. А в это время мы будем заниматься вторым рецептом, друзья. Второй рецепт у меня будет вкусная и быстрая закуска. Которую я буду подавать в тарталетках. Вот таких маленьких корзиночках. Очень удобно. Маленькое как раз для закуски то, что нужно. Для этой закуски нам нужно вареное свекло. Здесь у меня один средний, друзья. Две пачки плавный сыр. Грецкие орехи для вкуса. Очень вкусно получается. 30 граммов. Две зубчика чеснока. Здесь у меня чернослив. 80 граммов. Одна столовая ложка майонеза. И сметана. Начинаем уже готовить. Сир натираем на крупную терку, друзья. А свекла, я забыла сказать, заранее уже натерла. Тоже на крупную терку. Чернослив будем нарезать очень мелко, друзья. Грецкий орех тоже режем очень мелко. Теперь готовим заправку для закуски. Майонеза. Здесь у меня одна столовая ложка. Добавляем. Две столовые ложки сметаны. Сметана у меня 21% друзья. Теперь сюда будем выдавливать чеснок. Две зубчика. Смешиваем все ингредиенты. В конце добавляем заправку. И все это хорошо перемешиваем. Хорошо. Перемешали. Теперь будем посолить. Соль по вашему вкусу, друзья, добавляйте. Закуска получается очень вкусная. Заправляем тарталетки, друзья. И украшаем веточки зеленью. Вот видите, я уже несколько штучек заправляла. А вы можете украсить по-своему. Где зеленой? Вот. Вверху. И оставляем в зелень. Вот такой мини-закусочка получается в итоге. Очень вкусная, друзья. Друзья, посмотрите в готовом виде две закуски. Как красиво вместе смотрится на столе. Можно подавать вместе. Вот как я сделала. Можно отдельно. Корзиночки отдельно. А рулетик отдельно. Вот хочу показать внутри. Посмотрите. Я нарезала рулетик. Очень хорошо уже пропиталось. Получается очень вкусно. А вот тарталетки. Вот я украсила половину оливками, миндалями, еще и зеленью. По-моему, очень оригинально смотрится шуба именно в виде рулета, друзья. Не каждый гость поймет, что это шуба. Хорошая интрига на столе будет. Все будут спрашивать, а что это такое. И будут проситься обязательно сразу попробовать. Сегодня я поделила с вами два вкусных и оригинальных рецептов. А вы поделитесь со своими друзьями. Готовьте к новогоднему празднику. Да вообще, к любому столу. Я думаю, что это будет очень интересно. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. До новых вкусных роликов. До свидания, друзья.